Здравствуйте дорогие друзья, мы отвечаем на вопросы, пришедшие на портал exeged.ru Почему некоторые люди приходят к Богу, а другие до смерти его отрицают? Был такой ученый и богослов Блес Паскаль, единица давления по физике, мы помним, называется Паскаль Он говорил о том, что Бог регулирует человеческое знание о себе Он дает достаточно света тем, кто хочет его видеть, и достаточно тьмы тем, кто видеть его не хочет Сравнение со светом и тьмой очень хорошее сравнение, которое позволяет нам понять, как же люди приходят к Богу или не приходят к Богу Узнают его или не узнают Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна тоже говорит, что некоторые люди возлюбили тьму и дела их злы И они не хотят выходить на свет для того, чтобы обличались их дела Потому что как только он придет в храм, узнает заповеди, от него же будут требовать, чтобы он расстался со своими злыми делами Изменил свой образ жизни, а он не хочет работать над собой, он не хочет меняться И под разными предлогами он старается Бога избегать А некоторые люди вроде бы и хотят прийти к Богу и шибко злых дел-то не делают, но почему-то до сих пор до него не дошли Вот, может быть, потому что мы там плохо свою проповедь организуем Или видео портала экзегет.ру недостаточно продвигаются Может быть, по разным причинам Но так или иначе мы знаем, что если человек очень захочет, очень захочет То Господь в соответствии с его желанием выйдет ему навстречу На экскурсиях по Псково-Печерскому монастырю люблю очень рассказывать историю про одного китайского чиновника Который прочитал книгу «Несвятые святые» и захотел прийти к Богу Но в Китае с православием немножко трудно, и как вот ему узнать нормальное христианство? Но он захотел, значит, Бог ему поможет Си Цзиньпинь взял его в состав своей делегации на Санкт-Петербургский экономический форум 2019 Этот китаец знал Владыку Тихона, и из Петербурга звонит ему «Владыка, я в Петербурге, можно я к вам в Печоро приеду?» «Да-да-да, приезжай, буду очень рад» И вот он приехал к воротам Псково-Печерского монастыря Звонит в дом наместника Владыки «Владыка, я уже у входа через пять минут буду» И пропал Пять минут нет, пятнадцать минут, тридцать минут нет Пропал китайский чиновник, уже международным скандалом попахивает, надо искать И тут чиновник вместе с переводчиком появляется на пороге дома наместника И говорит «Вы не поверите, что не поверят и где был, я уже не знал, где тебя искать» Но понимаете, я вот зашел в первый попавшийся храм А это был древний Никольский храм Зашел туда и услышал службу на китайском языке «Что? В Печорах на китайском языке? Ты ничего не перепутал? Серьезно, на китайском языке?» А оказывается, что в Печоры приехала группа паломников из китайского подворья города Москвы Где православные китайцы служат, русские, которые знают китайский язык И они попросились послужить в каком-нибудь храмике Ну и им дали маленький Никольский храм А Владыка про это и забыл И вот что получается Где-то в далеком Китае кто-то захотел узнать Бога Господь его вместе с делегацией Си Цзиньпини отправляет в Петербург Из Петербурга в Печоры Из Москвы берет его соотечественников Привозит в Печоры Первый раз в истории Печорского монастыря совершается богослужение на китайском языке И ровно в этот момент Высокопоставленный китайский чиновник, желающий узнать Бога Переступает порог храма православного И слышит православную службу на родном языке Нарочно не придумаешь Но у китайца осталась последняя надежда Говорит, Владыка, ну скажите честно Вы это все специально подстроили? Да Владыка у нас тоже с юмором Отвечает ему Да, говорит, специально Но не я Вот что бывает, если человек искренне захочет прийти к Богу Внеси свой вклад, оцени Подпишись И поделись этим видео Продолжение следует...